Всем привет! Приготовим щи из квашеной капусты с фасолью. Щи это суп, который готовится из свежей капусты или из квашеной капусты. Готовят щи на мясных бульонах, грибном бульоне или просто постные щи. Я буду готовить постные щи с квашеной капустой и с фасолью. Фасоль даст супу насыщенности и сытости. А как приготовить квашеную капусту смотрите у меня на канале. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео и готовьте уже проверенные рецепты. Итак, чтобы приготовить постные щи из квашеной капусты с фасолью, я взяла такие ингредиенты. Квашеную капусту, фасоль красную консервированную, картофель, морковь, лук, помидор, подсолнечное масло, воду 2 литра, зелень, лавровый лист, соль, специи по вкусу. Морковь, лук, репчатый помидор я взяла для заправки. Зелень можно взять разный укроп или петрушку, либо укроп и петрушку. Вместе я взяла только укроп. Делюсь рецептом, как готовила моя бабушка. И у меня получится около трех литров готового супа. Ну что ж, ставим кастрюлю, наливаем воду и готовим ингредиенты. Сначала почищу и нарежу овощи. Мою чищу морковь, затем картофель. Очищаю лук. Добавляю помидоры, все хорошо мою. Теперь кубиками нарезаю картофель, вот таким образом. Ставлю воду, жду пока закипит и кладу картофель. Варю ее где-то около 10 минут. За это время делаю заправку. Морковь натираю на крупной терке. Картофель закипела, убираю пену. Варю 10 минут. Морковь натерла, теперь кубиками режу лук и помидор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В процессе этого солю по вкусу картофель. Ставлю сковороду, наливаю масло и буду готовить заправку. Обжариваю сначала лук. Пусть немного подрумянится. Затем к луку добавляю морковь. Все мешаю и тушу около 3 минут. После этого добавляю помидор. Если хотите, чтобы щи были более кислыми, то можно добавить больше помидор и квашеной капусты. С помидором тушу около 3 минут. Получается более однородная масса. Если нет помидоров, их можно заменить томатной пастой. Заправка готова. Добавляю ее к картошке. Варю картошку с заправкой около 10 минут. Теперь в суп добавляю фасоль и капусту. Варю еще 10 минут. В конце добавляю укроп и лавровый лист. Еще немного покипит. Выключаю щи и даю им настояться. Затем вынимаю лавровый лист и можно пробовать щи. Так как щи постные, сметану не добавляем. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какие вы готовите щи. Всем желаю приятного аппетита и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok